МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СИГНАЛЫ Нет более простого способа обновления интерьера, как смена текстиля. Обивка мебели, шторы, постельные принадлежности – всё это сегодня выполняется в красочном стиле с различными рисунками и принтами. Что уж говорить об одежде, в фэшн-индустрии – самое богатое разнообразие тканей с интересными изображениями. Как же накладываются узоры на хлопок, лён, шёлк и вискозу? Об этом расскажем в нашем сегодняшнем выпуске. Три года назад в Алматинской области появилось предприятие с собственной автоматизированной линией по печати на ткани. В основном это принты национальных орнаментов, а также рисунки, разработанные дизайнерами по индивидуальному заказу. Работают здесь только с натуральными тканями – хлопок, хлопок-твилл, лён, меткаль, шёлк, вискоза и трикотаж. Содержание синтетики в составе материала не должно превышать 20%. Всё сырьё, отечественное, закупается в городе Шемкент. Производство текстильной продукции с применением метода цифровой печати – это трудоёмкий и скрупулёзный процесс. Состоит он из нескольких технологических операций. Сначала материал очищается и подготавливается к окрашиванию. При помощи специальной модульной машины на ткань наносится реактивный состав или так называемая пропитка. Она готовится на водной основе из экологически чистых материалов. Пропитанную ткань сушат, после чего на неё можно наносить принт. Он разрабатывается согласно техническому заданию. Процедура нанесения осуществляется благодаря специальному принтеру. Материал протягивается через ролики и закрепляется на липком столе. Это делается для того, чтобы зафиксировать ткань и исключить фактор брака при печати. После нанесения рисунка ткань отправляется на инфракрасную сушку, после которой продукция автоматически наматывается на рулон. Следующий этап – это закрепление красителя. Ткань попадает в парогенератор, где происходит обработка горячим паром каждого сантиметра материала. Для данной операции используется одномодульная компактная система бесконтактной фиксации горячим воздухом. Интенсивность отпаривания высокая, сам процесс длится до 12 минут. После завершения процесса окрашивания осуществляется стирка ткани в три этапа. Применяются только гипоаллергенные моющие средства, которые предотвращают растекание рисунка и усадку ткани. Первые две ванны – теплая, третья – горячая. В ней происходит окончательный смыв пропитывающего материала и остатков краски. Финальный этап – сушка готовой ткани в автономной системе барабанной тепловой фиксации. На этом этапе заканчивается операция окрашивания, и ткань передается либо заказчику, либо на склад для дальнейшей реализации в торговых точках, либо отправляется в шпейный цех, где осуществляются операции по закройке и изготовлению текстильной продукции. Это и постельное белье, и шелковые платки, и шарфы, и одежда. Теперь вы знаете, как в Казахстане изготавливают яркие и модные ткани. Редактор субтитров А.Семкин